привет друзья от меня попросили мои подписчики сделать вам видео про британские церкви сказали что будет вам интересно чтобы еще внутри я вам показала ну и вот я вам хочу показать вот одна из церквей сан джон черч черт святого джона она находится на улице на моей как раз здесь на углу недалеко на александра рот и вот она сегодня открытая сейчас зайду и вам немножечко и покажу вот я зашла внутрь этой церкви друзья вы знаете вот она открыта сегодня сейчас у нас три часа дня но вот вы знаете в какие только бы я церкви не приходила если они маленькие то здесь обычно вообще никого нет вот здесь чем она открыта для чего она открыта я не знаю вот просили я вам и покажу друзья это вот такая вот довольно старая церковь церкви а уже порядка 400 лет вот выглядит она хорошо она действующая она называется баптист черч почему баптист я не знаю вот такая вот дорожка обычно у них идет к алтарю и это я иду в другую сторону от алтаря это я иду купели вот это вот впереди это мраморная купель в которой крестят младенцев вот она вот так вот выглядит в основном она всегда выглядит именно вот так если вы посмотрите я вам ссылочку в описании дам тут церковь маленькую где нас венчали там тоже есть такая вот купель для крещения младенцев но я не буду ее открывать но вы понимаете как она что она себе представляет как она выглядит вот как вы знаете что эти церкви здесь я даже не могу вам сказать по правде это церковь которые католиков или протестантов я в этом вообще не разбираюсь к своему стыду друзья я знаю что здесь у них официально считается протестантская религия и королева елизавета вторая она протестантка но также есть и католические церкви вот как-то во всей европе вот такие вот церкви они обычно католические а здесь а где англиканская она наверное называется я не знаю ну вот в основном выглядит вот так вот это вот с этой стороны уже алтарь вот никаких здесь не украшений никакой позолоты никаких икон но зато в отличие от наших церкви церквей православных вот вы видите здесь сиденья вот и даже на сиденьях вот такие подушечки друзья чтобы было удобно а здесь впереди даже вот такая вот полочка видите можно положить что-то какой-то молитвенник или что чтобы молиться на все для удобства здесь молитвы совершаются сидя католических церквях вот эти вот подушечки кстати тоже очень интересная вещь по поводу этих подушечек это все делают женщины англичанки все эти подушечки выглядят абсолютно по-разному но как вы видите они все вышиты они на общем приложен труд какой-то иногда они вообще произведение искусства эти подушечки ну и здесь как вы видите тоже все эти подушечки разные и это все виде вышивка друзья вот вышить такую подушечку для церкви это считается весьма похвально и этим многие занимаются английские женщины не приносят в качестве подарка а вот в этой церкви даже есть вот такой уголок для маленьких детишек вот что тоже очень странно для меня я такого не представляю да и вы наверное тоже вряд ли можете себе представить чтобы вот у нас где-нибудь вот так вот такой уголок детский в церкви был организован вот все по-разному вот это вот такой вот флаг или как он называется церковный который носят когда праздник какой-то наступает церковный вот написано сент-джонс оакфилд черч и тоже вышитый он вот эти очень красивый сделан ручную ну вот идем дальше что еще я вам могу здесь показать и рассказать а друзья вот вы видите слева это орган а я никогда не слышала чтоб он здесь играл звучал может быть когда какие-то торжества но вот я не видела вот здесь опять сейчас поднимусь чтобы мне не споткнуться здесь вот здесь опять вот эти вот сюжеты библейские тоже у них очень распространены вот он видите орган такой вот и вот здесь вот это вот у них называется алтарь или как как обычно абсолютно ничего особенного все очень строго крест и две свечи по бокам тоже всегда так вот здесь еще тоже какой-то интересный крест и вот еще один какой-то лак или как называется хоругви что ли или что я даже не знаю но еще вот такая вот популярная весьма она во всех можно встретить английских церквях церквях это подставка друзья так красиво сделано подставка типа какой-то я не знаю видите здесь поднимается на ли по лесенке человек и вот кладет сюда свои бумаги и вещает какие-то проповеди как это называется трибуна наверное так ну вот все пожалуй что я могу рассказать об этой церкви кому понравилось ставьте лайки пишите отзывы всего вам доброго пока пока